Привет дорогие мои друзья, с вами Воблер и добро пожаловать на канал. Сегодня у нас будет обзор обновления в замечательной игре под названием Ancient Warfare 2. Давно не было роликов по этим замечательным средневековым битвам на моем канале. Это было связано с тем, что игра лагает и не позволяет мне сделать то, что я хочу. Но сегодня мы посмотрим обновление и уже, я думаю, с этого периода мы начнем снимать, потому что есть что снимать и что вам показывать. Сегодня мы же в обнове посмотрим, что добавили разработчики. Итак, что касается гладиаторского режима. Вроде бы ничего не изменилось, есть арена, где мы можем драться, херокс, херокс. Кстати, гладиатора у меня на канале еще нету, потому что... Это руки не доходили. Дальше у нас есть прохождение уровней. Вы знаете, я вот смотрел на прохождение уровней, думаю, ну тут их 3-4. А потом как-то взял и нажал кнопочку, где меня понесло в сторону. И я увидел, что здесь есть 60 уровней, которые мы будем проходить. Я думаю, что это будет эпично и круто. Что касается самых серьезных обновлений, которые меня зацепили в этой игре, это касается режима Custom Battles. Это там, где мы планируем наши сражения. Ну, во-первых, я захожу, сразу вижу облака. Облака, белокрылые лошадки. Песня такая была в детстве. Вот такие квадратные кубические облака у нас. Так, сделаем чуть-чуть потише. И добавились, ребята, юниты. Добавилось очень много юнитов. Что касается карт. Карты тоже добавились. Давайте начнем с осмотра карт. У нас последняя была это Рождество, где были у нас елочки. На карте Рождество практически ничего не изменилось. Только, я так понял, какие-то озера добавились или лед какой-то замерзший. Но я так подозреваю, это лед, ребята. Он генерируется рандомно, потому что бывает тут-тут лед, бывает где-то в другом месте лед. Вот так вот. Карта была логучая и на ней было практически невозможно снимать. Там, где, по-моему, есть у меня на канале ролик Атака Деда Мороза. Вы можете посмотреть. Ссылочка на ролики по этой игре будет в описании под этим видео. Это плейлист. Там открываете и выбираете любой ролик по этой игре. Вот, там они лагали. Что касается новых карт. Есть еще прикольная карта. Это у нас лесная карта. Смотрите, какие деревья высокие. Ели просто громадные. Мне кажется, это Сибирь или Тундра. Я не знаю, кто там живет в Сибири, смотрит в Сибири. Скажите, у вас такие же елки? Потому что я живу... Я таких огромных елей не видел. Ну, разве что где-то в Карпатах, что ли. Ну, да ладно. У нас здесь есть камни, есть елки, есть трава хорошая. Есть прикольно прорисованные грибы. Я не знаю, как это будет отражаться на нашем FPS, на наших замесах в этой игре. Но карта мне нравится. Визуально карта крутая. Что касается второй карты, которую добавили сюда. Это у нас Саванна. Саванна тоже смотрится просто белиссимо. Просто великолепно. Деревья, то есть не одинаковые деревья, а разные. Также есть кусты, есть камни. Кусты вообще прикольные. Смотрите, такие комочки, как будто какашки какие-то. Но это куст. Мы понимаем, что по цвету это куст. Вот как вообще будут животные проходить сквозь эти кусты. Либо зацепаться. Я не знаю, честно вам скажу. Не представляю вообще, как это будет. Так же у нас, в принципе, тут ничего таки не изменилось. Все как было. Вроде бы так и есть. Что касается животных. Животных и новых юнитов. Так, давайте мы рассмотрим так. Добавилось очень много. Начнем, что добавились конницы. Добавились рыцари на конях. И получается, кони-то бронированные. Не просто коняшки, которые были раньше. А бронированные. Очень много коней. И здесь кони, и с луками, и обычные. И что только у коней нет. Так же, ребята, добавился какой-то... Вот он, ребята, метатель огненного копья. Я не знаю, что это за чертяка. Что он будет вообще делать. Но он будет бегать с копьями и метать их. Тем более, что это горящие копья. Мне кажется, вообще будет круто. Потом, у нас есть пушка. Ого! Пушки на макушке, ребят. Смотрите, пушка какая. Изначально я посмотрел, мне такое ощущение, что это пулемет гатлинга. Но потом, когда я присмотрелся, это уже оказалась пушка, ребята. Прикольно. Пушка на самом деле рубит. Так же у нас есть минометы, ребята. Как круто вообще стреляют минометы. Это просто круто. Реально круто. Вот так вот надо говорить. Просто минометы, они айпические. Они добавляют взрыв на карте. Взрывов еще не было. То есть у нас только стреляли хватчи какими-то горячими стрелами. Также баллисты горячими стрелами били. Но вот именно такого взрывов не было. Ребята, здесь много чего добавили. О, я уже чувствую, как мы будем все это испытывать. Что касается постройок, ребята. Постройки тоже добавились. Во-первых, добавились модульные части замка. Как это вообще? Это когда мы ставим модуль один. И мы можем ставить где-то еще, либо сбоку. То есть мы можем строить замок так, как мы хотим. Раньше мы могли ставить замок чисто какую-то одну крепость. Даже этой крепости сейчас нет. Ее убрали. Я вижу, что нету замка. То есть мы можем это все с модуля делать. У нас есть еще такой модуль, как, смотрите, башня. Вот такая вот прикольная башня. Похожая чем-то на скворечник, да? То есть, возможно, здесь скворцы живут. Эй, скворцы, выходите! Также у нас есть, смотрите, что тут добавилось. И еще одна башня, только более прикольная, я бы так сказал. В чем вообще прикол этой башни заключается? Это в том, что у него видно много лучше. Окна пошире, то есть больше людей может стрелять с этой башни. Давайте мы сейчас выберем какой-то модуль и давайте его построим, потому что мы же будем уже... Надо сразу... Так, так, так. А ну, выбирайся. Вот так вот. Мы можем вращать. Вот так. Да елки-палки убрать. Ага. Так. Все, мы сделали. Вот, смотрите, стену. Стену. Сюда мы можем поставить еще одну башню. Это новую башню. Смотрите, новая башня у нас. Вот она. Все, башню поставили. Потом, что мы еще с модулей можем делать, ребята? Ну, реально круто. То есть мы можем сооружать все, что нам в голову взбредет. Это, конечно, положительный момент в этой игре. Самое главное, чтобы здесь сделали оптимизацию. А то я хочу делать по 300 юнитов, а я не могу делать. Потому что они могут лагать. Если меня убивает, вот честное слово, убивает в игре, что они лагают. Ладно, в самом начале ты поставил, ты понимаешь, ой, ты их много, они лагают. А ты поставил, они их там 300 штук. Дерутся, дерутся между собой. Потом херакс остается 50 на 50. Игра вылетела. Ты такой сидишь, думаешь, охереть, что тут вообще происходит. Ну да ладно. Также здесь угловой модуль есть. То есть мы можем как бы делать угол нашего здания. Да, как-то, ну вот угол. И вот мы все, пошли уже сюда делать, да. Как бы, то есть удобно, прикольно. Замки мы можем сооружать сами. Что касается входа. Тут появился вход. Есть такой вот вход. Я не знаю, а мы можем, кстати, эти модули как-то... Можно делать двойные стены. Оу, ребятки! Двойные стены, это круто. Ага, мы не можем туда. Мы либо сюда, либо сюда. Ясно. Ясно, все ясно. У нас, ребята... Ой, ну я сейчас вам покажу, что еще добавилось. Тут, на самом деле, очень много всего интересного. Так, у нас есть какой-то непонятный вход. Я не знаю, как он взаимодействует с людьми, которые находятся здесь. Но давайте мы посмотрим и от него уже поставим модули. Может, они будут чисто через вход проходить. Может, он будет чисто своих выпускать. Я не знаю. Сейчас мы это все посмотрим. Так. Вот, смотрите, тут даже мы такой вот замок сделали. А, надо угол ставить. Смотрите, угла нету. Ну, какая разница. Вот такой будет у нас угол. Смотрите, тут тоже можно модули размещать. Тут у нас какой-то проход. Смотрите, проход прикольный. Вот так вот даже можно. А, нам надо посмотреть, как оно вообще взаимодействует. Будут выпускать персонажей наших или нет? Потом. Ребята, вот это вообще круто. Это жопа какая-то. Растяжка. Это просто растяжка. Представляете? Я не знаю, где в средние века взялась растяжка. Ну, короче, у нас есть веревочка. Ребята, есть веревка. А если противники подходят, она взрывается. Просто крутой и эпичный взрыв. То есть мы можем вот так вот делать растяжки и как бы защищать наши стены. Правда, растяжка, она же взрывается как на одну сторону, так и на другую. То есть и своих может ранить, и других. Я не знаю, правда, как тут по настройкам. Может, можно как-то поднастроить, чтобы она своих не убивала. Но с этим я еще не разобрался. Также у нас есть капканы, ребята. Капканы, которые просто будут ноги шибать вражинам, которые захотят вообще пройти. Это медвежьи капканы. То есть, елки-палки. После такого капкана там просто ноги нахрен сломаны. Все, открытый перелом. Кость наружу вылезет. Коровища. Чувак орет. Оооо. И еще он орет. Мама, мне ногу сломала. Наверное, вот так вот орет. Также у нас есть колье. Вот мы можем колье поставить. Как бы прикольно. Колье все расставить. Мы сейчас посмотрим, как это все работает. Потому что без этого я вам скажу никак. То есть, у нас будет вот. У нас мы сейчас с одной стороны поставим юниты, которые у нас будут идти. А с другой стороны юниты, которые будут постреливать. Так, тоже у нас. Давайте мы здесь у нас будет голубизна. Так. Не понял. Я не понял. Что у нас тут? Что у нас тут? Ага. Не понял. Так, так, так. Буква какая-то набралась. Фух. Буква вечно набирается. Я думаю, где вообще мои юниты пропали? Давайте, знаете, что мы сейчас замутим, ребята. А мы замутим такую фишку. Вот здесь будут идти различные юниты. Мы посмотрим, как работают новейшие вооружения в игре Ancient Warfare 2. Мы сейчас ставим красных юнитов. Давайте конницу. Новая бронированная конница. Посмотрим, как она вообще будет противостоять. Вот такие рыцари гребанные с мечами. Кстати, конь бронированный, а рыцарь не бронированный. А где же рыцарь? Надо чтобы рыцарь был бронированный. А, тут чисто кони бронированы? Ну да, если еще рыцарь и кони. Чисто у нас кони бронированы. Кони. Так, что тут у нас с каким-то... С рогаткой. Вы серьезно? На коне с рогаткой. У-у-у. Это у нас булавщик. Это у нас кто такой? Тоже с булавой. Это с булавой со щитом, а этот без щита. Это кто такой? Это с луком. Лук, конница. Прикольная тема. Вот мы идем. Короче, их тут охренища сейчас будет. Так, что у нас еще? Слоны, ребята. Очень много слонов добавилось. Я не знаю. Слон с арбалетом появился. Слон. О, спищали. Слон спищали. Вы что, серьезно? Пищали на слоне? Ну это вообще такой наездник. Он сможет, мне кажется, вообще вышки вырубать. Что это у него? Тоже арбалет? Это что у него? Лук. Так. Это все будет нападать, ребят. Это все просто. Давайте мы их даже вот так вот сделаем. Так, чуть-чуть мы их расширим. Вот. И такая атака ведет. Как раз слоны саванна. То есть, в принципе, слоны подходят под эту карту. Вообще просто замечательно. Смотрите. С этой стороны буду защищаться. Так. Я хотел вообще посмотреть, как у нас будут... Так. Красные. Что у нас красные? Красным надо добавить, ребята, короля. Красный Король. Он где-то будет здесь. Под деревом стоять. Ну чисто в теньке здесь. Под деревом в теньке. Ну, чтобы ему в голову не припекло. Чтобы не было солнечного удара. А синяя команда. В синей команде у нас будут... Для начала, ну, новые пушки. Мы же должны посмотреть, как они работают. Нет, это дохера пушек таких-то. Давайте по одной будем херячить. Так. Раз, два, три. Это будет такое сопротивление. Потом обязательно минометы. Минометы минометные. Так. У миномета вообще взрыв офигенный. Это просто бомба. Шикарно. Он взрывает все. Сейчас вы это, конечно, увидите. Что касается замка. Ну, мне кажется, стоит что-то в замок засунуть. Каких-то... Воу. Что это? Что это вылетело вообще? Так. В замок. В замок нам нужно закинуть хотя бы парочку лучников. Лучники, лучники. Где же у нас лучники? Где-то в самом начале. Вот какой-то лучник. А, внизу еще какие-то лучники добавили. Я не знаю, в чем их отличие. Если вы узнали, пишите. Возможно, в статках. Что-то у них с остатками другое. Отличается статой чем-то. Ну, тут херовое окно. Оно получается, что всего лишь один персонаж может влезть. Там в окно может влезть по пять персонажей. Вот они стоят. Тут, кстати, хотел посмотреть, как они вообще будут или не будут проходить сквозь эти ворота. Давайте посмотрим, как они сквозь ворота пройдут или не пройдут. Как они вообще будут багать. Вот так мы их боком ставим. Они же должны как-то развернуться и выйти, по идее. Правильно? По сути вещей-то. Так, что мы еще? Мы все поставили. Ну, тут, в принципе, растяжки есть. Пушки есть. Но, мне кажется, еще надо что-то поставить. С таких вот обычных юнитов. Ну, давайте вот этих вот очень крутых. Именно которые в кольчугах разных. Чтоб они смогли побеждать. И давайте мы им поставим голубой король. Голубой король. Голубой. Здесь король. А ему по барабану. Он не боится солнечных лучей. Он не вампир. Он просто будет здесь стоять. Ну что, давайте сделаем замест. 25 на 64. Посмотрим, что с этого получится. Конечно, мне кажется, надо бы еще добавить. Во, блин. А что это этих больше? А этих меньше? Вот давайте, в принципе, нормально. Тут все-таки есть. Мне кажется, они тут еще поумирают. Тут растяжки. Вот это нормально. 37 на 64. Кто победит, можете обязательно написать в комментариях. А мы сейчас приступим. Так, что у нас есть еще тут? По-моему, можно какие-то... А, дождь. Я добавил дождь. Ватер. То есть, осадки в саванне. Пошел дождь, ребят. Посмотрим, что у вас в оптимизации. Так, давайте мы сейчас... Нажимаем. Огонь! Поехали, ребятки! Так, сейчас, секундочку. Вообще, атака прикольная. Даже какой-то такой кадр, да, такой прикольный. Вот так бы, снять бы. Чтобы растяжки эти... Пушки захватить, ребята. Ох, пушечки-пушки. Пушки на макушке. Вот так. Вот это вообще эпичное, ребята. Эпичный чувак такой. За короля! Скажет такой, за короля. Вот смотрите, с пушками. Вот так вот. Для скрина, да, ребята? Блин, скрин! Ну что? Поехали! Поехали, ребятки. Посмотрим, что у нас тут получится. Сейчас, что будет за каточка. Как всегда, надо нам уменьшить. Я вижу, прогрузка пошла. Подгружается все. Очень долго подгружается. А что, что, что такое? Я не понял. О, все подгрузилось. Уменьшаем, ребят, уменьшаем скорость. Поехали! Давайте осмотреть, что у нас тут получится. Воу-воу-воу! Все, кони, смотрите, они... Кони, главное, умирают на вот этих кольях. Смотрите. А люди нет. Вот, пошли на растяжках. Очень быстро все происходит. Очень быстро, ребята. Очень быстро. Растяжки. Слоны. Кстати. Конь умирает. Слоны слонам по барабану. Капканы. Ногой зацепился за капкан. Не может идти. Смотрите. Ему ногу прищемило. Он просто не может. Его слон толкает. Хо! Пошла атака. Смотрите. Пищали, как вырубил. Кстати. Что это такое? Чем он выстрелил? Что-то был за розовый цвет. Офигеть. Смотрите, какие взрывы. Кстати, я не посмотрел. Как тут вообще они смогли пройти? Или не смогли? Конница смогла выйти через забор? Мне кажется, что, ребята, надо... Давайте... Так, так, так. Заново. Так. Custom battles. Давайте. Еще разочек. Ребята. А. Вот. Надо перед старт было нажать. Ну, еще зависла игра. Вот это обожаю в этой игре. Взяла и зависла. Это просто шик. Шикардос. Нет, музыка есть. Значит, все нормально. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Прорисовывается. Ёлки-палки. Так. Теперь. Надо замедление сделать. Смотрите. Очень долго прогружается. Ну. Возможно, так не будет лага. Возможно, они что-то в коде игры добавили. Да? Изменили. О-о-о! Деревья растут на глазах. Дождь пошел. Слушайте. Это прям... Сейчас мы... Давайте уменьшим скорость. Я хочу посмотреть. Или кон не выйти через эти двери. Или не смогли. То есть, то, что здесь они воюют, это мы уже видим. Идет подгрузка боя. Сейчас мы давайте сделаем вот где-то на... Так. На 15. На 13 даже. 15, 13. О-о-о! Что-то я как-то тут подлагивание иду. Давайте посмотрим. Хочу посмотреть, что у нас. Они вообще... Кони вообще, смотрите. Слоны все рубят. А, нет. Кони смогли выйти. А что вы не выходите, коняшки? Они как бы подошли сюда, но стоят и не выходят. Что, боятся? Почему забор их не выпускает? Я не могу понять. В чем прикол? Забор их не выпускает. А двери, что они должны как-то открываться? Или это... Зачем двери? Может, это дверь сделали, чтобы сквозь них можно было простреливать? Непонятно. Смотрите. Вот идут. О-о-о! Кони умерли от кольев. То есть, это колья против коней. Ничего себе. Чувак, кинул, смотрите. Горящее копье. На! В сердце. Тыщ! Ее хотя бы проткнуло. Блин. В табзе они хоть встреют. Хопа! Сальто! Куда ты улетел, дружище? Смотрите, какая у него нога. По-моему, ноги у них изменились. Какие-то ступни, да, такие? По-моему, как-то персонажи переделали. Или мне так кажется? Ну, сейчас посмотрим. Взрыв пошел, ребята. Первая растяжка взорвалась. Растяжка так взорвалась, что нахрен разрушила стену. Огромный удар. А, тут кони еще. Смотрите, кони тихонечко. Рубят, рубят модули. С потешка. Эти слука натягиваются. У него в голове стрела. По-моему, в глазик стрелой попали. Ну? И что у нас тут-то? Смотрите. Слону прямо в хобот. Херакс встряла. А, тут получается такой вот эффект полета стрелы сделали. Цветной роза. А когда уже стрела встряла, то все уже нормально. Херакс, кони все разрушили. О-о-о, падает. Ясно, ребята. Все у нас ясно. Прикольно все сделано. Конечно, подгрузка боя идет дольше, чем обычно. Но надеюсь, что из-за этого не будет лагов. То есть, обновление мне нравится. Новые карты, новые юниты, новые строения. То есть, все отлично. А вот как по персонажам мы увидим в следующих роликах. Я вам уже скажу, как оно лагает, не лагает. Все круто, ребята. Все круто и бомбезно. Давайте мы ускорим и посмотрим на вот это вот разрушение. У-у-у, сто процентов. Пошла атака. Воу, лаги, смотрите. Дождь пошла. Давайте, рушите замок. Ты-щ, бак. С миномета. Куда ж ты с миномета в свой замок? Воу-воу-воу, лаги пошли. Лаги, вот в чем я говорил. В конце, в конце битвы лаги. Давай, ты мне еще выкини, блин, на рабочий стол. Играть я вообще нахрен удалю. Воу, слоны толпой поехали. Воу-воу, толпой. У-у-у. Слоны что? А, все, отлагало. Отлагало. Что-то слоны между собой умирали. Слушайте, если честно, все думали, что победят красные. Ну, а сейчас мы видим, что побеждают синие. Но. Зависло. Нет, нет, давай отвисай. Осталось 6 против 9. Игра зависла. Где логика вообще? Где логика? Должно лагать, когда... Обычно в всех играх лагает, когда много ты ставишь чего-то. Если меньше персонажей, оно не должно так лагать. Здесь меньше персонажей, все зависло. Ой, ребята, я сейчас завершаю ролик, пока у меня пердак не бомбанул и не подгорел. Потому что у меня уже... Аааа. Да, дорогие друзья. Что могу сказать? Игра нахрен закрылась, при том, что оставалось 6 юнитов на 9. Оптимизацию здесь вообще ничего не сделали. С чем это связано? Я не знаю. Разработчики делают новые карты, делают новых юнитов. Мне такое ощущение, что они вообще в нее не играют. Это просто жесть какая-то. Ну, а с вами был Воблер. Спасибо, что смотрели. Уже скоро увидимся. Удачи вам. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok